Тихоходки 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 привлекли внимание уже первых исследователей своей поразительной выносливостью. Ладзарас Паланцани, наблюдая оживление тихоходок после годового анабиоза, описал это явление как «воскрешение из мертвых». При наступлении неблагоприятных условий они способны на годы впадать в состояние анабиоза, а при наступлении благоприятных условий довольно быстро оживать. Выживают тихоходки в основном за счет так называемого анкидробиоза – высушивания. При высыхании они втягивают в тело конечности, уменьшаются в объеме и принимают форму бочонка. Поверхность покрывается восковой оболочкой, препятствующей испарению. При анабиозе их метаболизм падает до 0,01%, а содержание воды способно доходить до 1% от нормального. В состоянии анабиоза тихоходки выносят невероятные нагрузки. Выдерживают 30-летнее пребывание при температуре минус 20 градусов по Цельсию. В течение 20 месяцев в жидком кислороде при минус 193 градуса Цельсия. Восьмичасовое охлаждение жидким гелием до минус 271 градуса по Цельсию. Нагрев до 60-65 градусов по Цельсию в течение 10 часов и до 100 градусов по Цельсию в течение часа. Разве все это может быть делом случая? Не говорит ли это о чуде сотворения? Дайте себе ответ сами. Продолжение следует...